Я хочу сказать, что он был автором двух, кроме этого стихотворения уже, да, помнишь, Александра Ольга Смоленщина, еще два по народной реакции, абсолютно не имеющих аналогов в советской истории, да и в российской истории, включая даже Александра Сергеевича Пушкина, два стихотворения «Жди меня и искренне убей его». Потому что тогда, как писал мой любимый Самойлов, что в 1941-м шли в солдаты и в гуманисты в 1945-м. Он шел в солдаты. Поэтому стихотворение вот с этими страшными строчками «Исли немца убил твой брат, если немца убил сосед, это брат и сосед твой мстят, а тебе оправдания нет, за чужой спиной не сидят, и чужой винтовки не мстят, если немца убил твой брат, это он, а не ты солдат». Так убей же хоть одного, так убей же его скорее, сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Страшно, так убей же немца, чтобы он, а не ты, на земле лежал, чтобы в его доме по мертвым столам они встали. А, кстати, вот когда был ГДР, у нас эти створения не перепечатывались. Он считался слишком негуманистическим по отношению Германии. Это стихи абсолютно нужные тогда. И все-таки для меня, школьника, который открыл для себя Симонова, уже там не сдохший от дистрофии в Омске, впервые прочитывая его стихи 1939 года, он для меня по многому остался автором стихов 1939 года, потому что я, например, стал геологом, океанологом, не знаю чего, прочитав его стихотворение «Старик» про Руальда Амонсона, которое меня потрясло. Да-да-да. Которое просто потрясло. Я тогда увлекался путешествиями и так далее. Я был бы сейчас, если можно было его прочитать. Прочитай, прочитай, обязательно. Весь дом пенькой проконопачен прочно, как корабельное сухое дно. И в кабинете круглое нарочно, на океан прорублено окно. Тут все кругом привычное, морское, такое, чтобы вставший на причал свой переход к свирепому покою. Хозяин дома реже замечал, он стар, по старой странстве опасный. Королю бы назначил пенсион, и с королем на этот раз согласны. Его шофер, кухарка, почтальон следят, чтобы ночью угли не потухли, и сплетничают разным докторам, и по утрам подогревают туфли, и пиво не дают по вечерам. Все подвиги его давно известны, к бессмертной славе он приговорен, и ни одной души неинтересно, что этой славой недоволен он. Она не стоит одного ночлега под спальным шерстью, пахнущим мешком, одной щепотки тающего снега, одной затяжки крепким табаком. Ночь напролет камин ревет в столовой, и коджергой, помешивая в нем, хозяин, как орел белоголовый, нахохлившись селит перед огнем, по радио всю ночь бюро погоды предупреждают, что кругом шторма, пускай в портах швартуют пароходы и запирают накрепко дома. В разрядах молнии слышим, и все глуше, и вдруг из тысячеверстной темноты предсмертный крик «Спасите наши души!» и градусы, примерные широты в шаву шиписят забытые одежды, комбинезоны, спальные мешки. Он никогда бы не подумал, прежде что могут так, заржают все крючки, как трудно их застегивать с отвычки. Дождь бьет по стеклам мокрой листвой, в резиновый карман табак и спички, револьдер задний, компас боковой, уже с огнем забегали по дому, назревев и прыгнув из ворот. Машина по пути к аэродрому уже ушла на первый поворот. Под осень наканули достава, «Рыбачий бот, пойдя на промысла, нашел кусок его бессмертной славы, обломок обгоревшего крала». Вот о чем я хочу сказать. Простите, пока. Так вот откуда твоя страсть к путешествиям? Ты бы уже с поезда и в науку пошел. Из поезда и в науку. Но хочу сказать, что, понимаете, он нашел стихи для романтики, не советской романтики. Вот если вы хотите...